И все, больше никто не хочет разделить Жертву общительности никто не хочет принести Не то пиршество, если бы тут стояли быки запеченные Печально, печально А тут что, какие-то книжки? Царю небесный, утешителю души истинной И живи с детской, и вся исполняй Сокровища благих и жизнеподателю Приди и все лисявны, и очистены от всяких скверны И спаси влажи души наши Отец наш небесный, молим тебя в имя Господа Нашего Иисуса Христа Спасителя Прибудь с нами Благослови наше собрание Научи нас быть достойными Имени твоего Дочерями и сынами Тебе слава высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне, всегда и во веки и веков Аминь В имя Господа и Сына и Святого Духа Аминь Второе послание Коринфянам Святого апостола Павла Глава четвертая Стихи с шестого по пятнадцати Шестой стих Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа Толкование блаженного Феофилакта Болгарского Почему, говорит, мы не проповедуем себя? Потому что Бог воссиял в сердцах наших, как в древности на лице Моисея, так и ныне на нас Как при первом творении сказал, явился из тьмы свет, так и ныне сказал, и явился свет Впрочем, Он сам стал светом для нас, ибо Он воссиял для нас в лице Христа То есть через Христа, потому что Отец сияет в нас через Христа и дает просвещение познанием, не сущности своей, но славы Заметь, и здесь у Павла богословие о Троице, ибо о Духе, говорит он, взирая на славу Господню Ибо Дух есть Господь, о Сыне, свет благовествования о славе Христа А теперь об Отце, просветить нас познанием славы Его Седьмой стих До сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам Полкование «Поскольку сказал о неизреченной славе много великого и высокого, то дабы кто не сказал, как же мы, получив такие, как ты говоришь, блага, остаемся в смертном теле» Говорит, глиняный сосуд вмещает такие сокровища силой Божию, чтобы преизбыточная сила, являющаяся в нас, была Божией, и чтобы не подумали, что мы совершаем что-нибудь сами собой, но чтобы все, все, кто видит, говорили, что все это Божие Намекает на лжи апостолов, которые все приписывали себе Восьмой стих Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся Толкование В такой мере, говорит, все есть дело силы Божией, что хотя мы скудельные сосуды и подвергаемся стольким и столь разнообразным искушениям, однако не разбиваемся и не теряем находящегося в нас сокровища Ибо подвергаемся скорбям во всякое время, во всяком месте и во всякой вещи, между друзьями, между врагами, но не стеснены, потому что Бог расширяет сердца наши То есть, хотя мы подвергаемся бедствиям и стеснениям, однако, стоя твердо, не отчаиваемся и не побеждаемся, но в Боге находим помощь и побеждаем Девятый стих Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем Толкование Люди гонят нас, но Бог не оставляет нас, ибо это попускается для того, чтобы мы упражнялись в борьбе, а не для того, чтобы мы пали Противники, говорят, не излагают нас по телу и в вещах внешних, но мы не погибаем Благодушествуем и наслаждаемся постоянством духа и при этом сохраняем при помощи Божией самое тело Десятый стих Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем Толкование То есть ежедневно подвергаясь смерти и всегда подражая смерти Господа, свидетельствуем таким образом о жизни или о воскресении Его телом своим Ибо если кто не верует, что Господь воскрес, он не будет иметь предлога к неверию, когда увидит, что мы ежедневно умираем и ежедневно же остаемся в живых Одиннадцатый стих Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей Толкование Этим объясняются слова мертвости Иисуса, которые были неясны Ибо Он обычно разъясняет неясно сказанное Слово же, чтобы и жизнь Иисусова открылась, кроме предыдущего толкования, должны быть Должны быть истолкованы еще так Как мы ныне подвергаемся смерти Христовой и решаемся заживо умереть за Него Так и Он благоволит умерших нас оживотворить тогда Это говорит апостол и в другом месте Если же мы умерли со Христом, веруем, что и жить будем с Ним Римлянам 6.8 12 стих Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас Толкование Смертью называют здесь искушение, говоря Мы находимся в опасностях, а вы наслаждаетесь жизнью, которая проистекает из этих опасностей Именно вследствие возвещения вам Евангелия, через которое вы живете вечной жизнью 13 стих Но, имея тот же дух веры, как написано Я веровал, и потому говорил И мы веруем, потому и говорим Толкование Выше упомянул об искушениях и о смерти Потом сказал, что и от них избавил нас Иисус И привел основание, что для того именно избавил, чтобы уверить в своем воскресении Теперь утверждает, что это должно основываться на вере, а не на одних умствованиях И говорит Как Давид, находившийся в искушениях и освобожденный от них только Богом, сказал Я веровал, и потому говорил Так и мы, имея тот же дух веры, который он имел Веруем, и потому говорим, что как Иисус воскрес, так и мы победим опасности и опять будем воскрешены Заметь, что в Ветхом и Новом Завете один и тот же дух Заметь, это для тех, которые хулят закон 14-15 стихи Зная, что воскресивший Господа Иисуса Воскресит через Иисуса и нас И поставит перед собою с вами Ибо все для вас, дабы обилия благодати, тем большее во многих произвело благодарность во славу Божию Толкование Чему же, говорит, мы веруем и что знаем То, что тот, кто воздвиг Иисуса и ныне исхитит нас от опасностей И напоследок воздвигнет и представит нас с вами к наслаждению благами Возбуждает их к вере и доброй жизни Намекая же на лжи апостолов, которые говорили, что через них, что через их посредничество сообщаются их ученикам от Бога благо Говорит, все для вас И самое воскресение, а не ради того или другого Совершает же это Бог и многим дарует благодать Чтобы преизобили благодати Приизобиловала Приизобиловала И благодарность, приносимая многими в славу Божию Почему лжи апостолы, приписывая благодать Божию себе Омрачают и славу ее Богу нашему слава Во веки Аминь О глиняных сосудах еще раз хочу Да, мы глиняные сосуды Глиняные, еще какие глиняные Но преизбыточная сила А мы вот будем сидеть себе Осталась Да, ну я глиняный сосуд, но вот преизбыточная сила Господа Иисуса Хаса Спасителя Она же должна войти в меня все равно А вот не войдет, если мы не будем никакого отношения иметь к спасению Не будем благодарны А благодарны чем? Тем, что мы пытаемся сами себя изменить Укрепить себя Чтобы сосуд этот был Чтобы эта преизбыточная сила вошла Нужно быть открытым Нужно вот так стоять Готовым принять эту преизбыточную силу А то я слышу сегодня Да теперь нас никто не изменит Мы такие, какие есть, такие и будем Это вы докатились до какого состояния? Простите меня До совершенства, наверное Ну, похоже И началось-то с чего? А потому что сатана вот только переступили порог храма И сатана уже вас друг на друг вот лбами стукнул И на чем? Да на мелочах Кто-то что-то там не так сделал А ты приди-то сделать так, как нужно Бемолча Не раздражайся, никого не раздражая А то начинай мне сказать Кто-то что-то не так сделал Если хочешь изменить ситуацию Ты начни с себя Ласково, мило Подойти и скажи А может быть вот так нужно сделать? А почему не так? Давайте так сделаем Можно я так сделаю? Да, вот это вот Можно я так сделаю? Можно я так сделаю? Ты начни с себя Вот кем я Нет Нет И нужно указать А он там сам такой Да не надо этого говорить Не надо этого произносить Нужно к себе эти слова обратить А я-то какой? Проповед я хожу Да, блинкие сосуды Но надо быть внимательным к себе К своему спасению Тогда и войдет преизбывающая сила Господа нашего Иисуса Христа И тогда мы будем спасены Аминь Вот Игорь как раз хорошую проповедь об этом Да, сегодня великолепные проповеди об этом Спасибо, Христос Мы даже не должны помышлять о том Чтобы обидеть кого-то из ближних своих Не то, чтобы совершать это Александра Михайловна, я сегодня к нему как-то изучала Всем передает поклон Спасибо Она привалила Там еле разговаривает Ну как простуда Заболела, короче Да Так, ну если оборящих Татьяна Кузьминична еще болеет Она тут проходила обследование Там в один день ей там кучу обследований После этих обследований она там еще больше заболела Слава Богу, что там ничего не нашлись В месяцах серьезного, ну а то в среднюю Да, ну и вот чтобы там проглотить какую-то таблетку Никогда не принимал, никому не сказал Такую таблетку, не надо еще принимать Будут умирать лежать Ну это тоже такое подход Мирон не забывайте со словом Да, Миронца Да, Аня еще сама себе делает перевязки Она выписалась из больницы Но сама себе еще делает перевязки Там куча забот Там, значит, встает вопрос о том Чтобы решиться хозяйство Потому что школа Потому что детей Она без работы И в общем А там нет школы где-то? Да, есть Там жить негде в деревне Там нужно строить еще Там зимний, не зимний Там очень холодно Там очень холодно Вот он ночевал Зимовал один там 3 градуса в квартире Да, там в спальном мешке Если только смотреть Пол ведет Ну здесь мини-вариант там зимовал Старый, дырянный дом Да, да, да А здесь у них квартира позволяет жить в городе? Да Ну тюк-тюк Еще о болящих Что у нас еще? Позволяйте У них хорошее хозяйство Нормальное Духовое Но о моей свате Молите, чтобы Господь как-то вот Не сделали ли операцию? Какую операцию? Не стали? Вы говорили, она лежала в больнице Готовилась к операции А потом перестали Вы уже выписали давно У меня не было Я прошла Выписали И вот ей еще предстоит На предстоящей неделе Предстоит ее еще Под наркозом Будут ушивать рано теперь Потому что она И человек плохо Заживает Ну там заживает-то Потому что сплошные отеки Из рана постоянно сочится Отеки постоянные У нее через день гемодиализ То есть всю кровь прогоняют Через аппарат Который очищает эту кровь Ну вот в нашей больнице Эта система не очень совершенна Но есть места Где она проходит эту процедуру И достаточно хорошо очищает кровь Еще о болящих Да, я хотел о болящих И немножко как бы такой казус Но пришлось молиться мне Николи Чудотворца Знаете, есть такой праведник Милует скоты своя Ну Марина На то воскресенье заболела здесь Простыла Было холодно И по ногам что-то продуло Я так в одной рубашке был Не знаю И вот она всю неделю болела На работу не ходила И до сих пор у нее Остатки И самое главное Молитвы поддержки нету Да, молитвы поддержки не написали Да, к сожалению Я чуть не написал Но я просил так молиться Но у нас там случился еще один казус У нас карамелька Восемь лет собачка такая Белая с черными пятнами Ну видели, наверное Как у это Как у Какой-нибудь Борюнки Она родила Восемь лет Родила Малышов Первый раз? Да И она Она такая странная Ну как Так она такая и есть Голубоглазая Она такая странная Родила восемь И два родились Одного родила Родилась сначала Ну такой чернобельненький С осенками Все Такой же как она Прямо Такие же вот Черные Здесь эти круги Глаза Черные Ну и Через четырнадцать часов Родила еще И в два раза больше Тут вот такой А тут вот такого родила Вот в такущей голове Головенью Как у крокодила Еле-еле из себя Выдавил Он весь в слези Оказалось Эта девочка Вот этот маленький Это мальчик Наоборот Что все у нее Что-то Да Ну когда они начали Тут есть Пришлось мне На полчаса Откачивать Эту девчонку Применять навыки Различных Там Что-то Ну в общем Я в теплую воду В конечном итоге Опустили Этого ребенка Ее там мыл-мыл Ее до рта в рот Дыхание Там вот эти вот Пульсы Все И в конечном итоге Задышала Реаниматором Да И прям Ну амилуют Скоты свои Ну жалко Она лежит И уже Короче Помирать Собралась Надо фильмы Хорошо смотреть Все Нарко и пастух Пересмотреть И в общем Реанимировал Там лапки Это все Ну что надо Делал И все Она сейчас Утокущая Здоровая Сосет маму Вот такая уже Стала огромная Ну почти килограмм А тот Маленький В этот самый момент Когда Марина Заболела Он заболел Животиком У него Начало пучить Живот вот такой Он орет И орет Непрестанно И пришлось А эта Караметка Вообще его Перестала Внимание на него Обращать Ну природа Подействовала Ну сдохнет И легче будет Короче И вот мы Втроем Еще Еня Спасибо господи Что она Дочь Ветеринара Еня уколы Ставит К ветеринару Съездили уколы Капли Делаем Массажи Животиков Анального Отверстия Ну все Как надо То в этой Говне Искупаться Фу Там Какушку Вещь раз Не уберешь Тут уже За счастье Что у него Какушка Пошла Щенка Уже А он покакал Да ты что Ну это Как бы к юмору Тоже Ну сами понимаете Когда на твоих Глазах Тем более Что карамелька Она такая Привязанная Девчушка Ну кто Собаки Меде знает Как они привязаны К людям И ты привязываешься Тоже И Ну просто Жалко Когда живое Существо Помирает И пришлось Мне к Николе Чудотворцу Говорю Никола Чудотворец Ну Пред Господом Предстоишь Ну Ну может быть Что то можно сделать Чтобы эти выжили Маленькие существа Ну Не понятно Чего им Помирать то Не успели Родиться Ну Ну в общем И сейчас Ему полегче Ну как только У него Этот процесс Он начинает Опять И вот Марина Все Встает И за ним Ухаживает Опять Пойдет Опять И все Ночью Вот так Вот вчера Поспала Был А сегодня Опять То же самое Я утром Туда два раза Прибегал Ну Утром Утром Один раз Под утром Четыре часа И в час ночи Ну что тут Опять крики Летит Она говорит Да я уже Тут все Ухаживаю Поухаживаю А едят они Только сосуд Да Сосуд и спят Ну и вот А этот кричит Взвесили Эта девчонка 800 грамм А у него 350 Какой-то Недоносок Выходите Выживет Старожадящий Видите Ну Что попало Вернемся К нашим Поэтому Марина больная Так и осталась Не знаю Завтра пойдет На работу Или нет Моги господи Где-то Жениха Нашего Такого же Причем Я с курток Выскочил При мне Сказали Море Сказали Что завтра В 5 часов Служба А кто будет Вести службу Севастьяна нет Я не знаю Он будет или нет Завтра Мальчики Это не будет Потому что Севастьян На службу На работе Как он будет У него Вторник Суд У него Завтра Суд 26 Завтра 9 утра Он просил полицию Завтра батюшка приезжает В обед Он выезжает из Мамонтова После суда Приезжает сюда Сразу В службе Во вторник Служит литургию И праздничное Вот это все А в среду Утром Он уезжает в отпуск Понятно Это вот он так объявлял За 60 лет Потом Девять утра В понедельник Он говорил 20 То есть Завтра он сам приезжает Когда там Что непонятно После суда Он сразу На автобусе Сюда Завтра В 5-100 А как твоя живность Лена Между дойками Между дойками Да Андрей будет реанимировать Ее скоро Из-за ее штатива Видно не будет Надо чтобы Марина Выздоровела Как следует Ты не работала У нас тоже Пробавление И она же тоже Время Слоит Воздержись Воздержись От того Что сегодня было Понимаешь Чтобы не было Таких вот Сегодня с утра Я говорю Про это Воздержись Это не я Говори Я не я Хата не моя Я же слышал Лена Что ты мне рассказываешь Это не я Это ничего Лена Ты со своим букетом Как дурень Со ступой Носишься Я не села Если на то пошло Ребенцар Андреевич Напомнить хотела Две недели осталось Игнать Тихонович Отверстие Надо срочно Похолодание На этой неделе Все закрыто Ты уже замерзла Все уже закрыто Это тряпочки Надо повесить Надо повесить Тряпочки Если не повесить Считай Что ничего не сделано Потому что Володя Будет лазить Заделывать тряпочки Игнать Тихонович Будет бухтеть Сидеть Давайте не будем Скажем Будет говорить что я говорил вам что вы такие есть они вообще есть рябочки на есть любовь николаевна не была в прошлый раз с Игорем Третьяковым я с ним разговаривала вот ей приспичило что только Костя должен их ну сделаем вид вам а где кстати Игорь Николаевна вы немного на себя берете плечики не опустятся до земли прямо ими не опустятся что вы начинаете за помощь спаси Христос что спаси Христос вы зачем командуете здесь скажите на милость сейчас есть высокий брат Михаилу низко мы с ним убираем вот повыше брат сделаешь после всего 5 минут все гвоздики картон очки к этим гвоздиком и тряпочки все завернуты комплектами 6 гвоздиков на каждую по 4 и вот тут вот по центру вот здесь не вот тут а вот так по бокам индивидуально в каждой тряпочке завернуты не уходи пожалуйста потому что Михаилу действительно он не дотянется он не дотянется он убираем на цыпочках стоял нету лестницы такой стремянка низкая так ну вот об отсутствующих или болячих неизвестно кто у нас распределяет иногда появление раз в месяц дежурят Игорь вчера ко мне приехал привез проповеди сказал что никого не будет и был в маске вот такой у него только вот так вот красный он говорит ягод весь он тут разбарабалит так Дроботов где едет ходит в школу все нормально еще не ходил понедельник Лови об этом Машков растыл ну у Дроботов они в прошлом году болеют болеют они Ивана зачислили Ивана то зачислили? Да Ивана зачислили Зачислили на какой? Он в октябре должен подойти а так он в Сан-Полеска пришла скорое обследование в третьем Понятно Так и какой факультет сейчас зачислили? В ветеринарной В ветеринарной все таки? А то он говорил что там экспертиза Ветеринарная Нет я вообще не знаю Я ему только говорил Ваня ты сам ты сам и все и он пришел такой строгий Молодец Анистор поступил Давно уже поступил Он уже учится месяц А где? Он радуется жизни Мастер по ремонту от выживания двигателей Как автомобиль двигателей Так еще кого мы не вспомнили? Наталья с Алексеем путешествующие за Гуляевы Ну еще Еще Я хотел нет Валентины О духовных делах хотел еще раз сказать то что происходит у нас в интернет сообществе там два человека вышли я просил вас молиться попросили меня быть поручителями там как бы на оглашение я совершенно их не знал об одном было у меня там мнение не очень хорошее но потом как бы поговорили там ну я немного изменив его как бы сказал ладно давайте второго поручителя ищите я как бы предварительно согласен но когда начал дальше общаться они уже взрослые почти моего возраста за 50 лет им одному 55 другому там 53 и получается что со старперами очень сложно с одним поговорил с другими я говорю знаете вы сами не знаете что хотите они все знают уже им ничего указывать не надо я говорю я чет должен просто быть попка на плече сидите как ступестра и все я говорю нет ребята это это вы не вы не по не поняли куда попали просто и все они не поняли услышали на оглашенных оглашенные 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 славу понравилось и все больше ничего ничего делать не желают мы сами знаем что там надо нам тогда я тут при чем зачем мне так начали сразу мозги компасировать и людям давайте как-то договаривайтесь, ищите, через старших выходите, один хочет чтобы Игнать Тихонович был у него поручителем другой хочет Игнать Тихоновича поручителем я говорю, вы патриарха или господа бога поручителем не хотите еще? он вообще был? кто? ну конечно был ну как был Игнать Тихонович? они выходят к нему, побеседовали с ним им кажется, все, они теперь все знают а он в этой беседе просто рассказал им что-то что-нибудь немного но у него книги целые лежат, никто не читает я даю задание прочитать книгу ну книги это для меня вот вы мне сказали прочитать 412 страницу я ее прочел на два раза я говорю, сколько вам лет? мне уже за 50 я говорю, такое впечатление как будто вам 3 года вы прочитали целых два раза 412 страницу и ни одного вопроса нету нормального я говорю, там сплошные вопросы и вам будут задавать эти вопросы вы должны ответить, что вы верующий человек а вы галиматью какую-то несете не поймешь что сами все знаете ну в общем очень сложно я говорю, давайте к молодежи молодежь у вас усидчивая у меня уже и нервишки не те так что индору в мозге шпарьте по полной программе учите их уму разуму эту молодежь так что не все так просто на этой земле добывается вера в Господа вот вы помолились я не знаю, кто-то вспомнил и сразу и сразу начало все разрешаться брат, но если мы уже кто-то 30 лет здесь в общине и говорим, что уж нас теперь не переделаешь то о чем говорит когда люди приходят непонятно откуда непонятно что и никто не любит читать себя я читать не очень люблю я говорю, вы откуда это понабрались все Игорь, ты-то откуда ты что сюда лезешь в эту кошелку не любить или читать я вот прослушал я говорю, ну прослушал хорошо, ладно прослушал ты почему говоришь что ты читать не любишь ты понимаешь, ты людям что вдушаешь-то вот будешь ты у кого-то поручителем ну можно и не читать посмотри песни и пляски там все нормально написано вы что такие я не понял а книги зачем писал трудился брат наш проповедник так о делах наших хозяйственных ну надо поблагодарить Константина Георгиевича и Михаила Петровича за то, что они тут у нас работают Любовь Николаевна Любовь Николаевна да, она тут обеспечивает тыл, что называется она всю организацию всю организацию и питание и все тут на ней и закупы и дизайн так что так что надо помочь брату Михаилу у него тут закупили Валерий Сергеевич обещал но что-то он обещает ну пока все нормально все нормально все нормально я не знаю возвратились сроки на сроки на сроки я скажу надо положить подсобников все равно хорошо главное повесить эти трапочки на 10 октября до 10 октября успеем да, Миша попробую он говорит никого не надо надо, я позову потом нам не иметь неприятности они по-любому просто на основе это будет сделано там мелочи всякие не, ну главное уже сделав и главное батарея я так понял что их опробовали затопили да? да, они топили вчера да, они сейчас остыли но они тепло тепло чувствуется тепло но объем-то нагретого он большой поэтому сейчас это тепло и отдаешь даже при том, что хорошо хорошо а вы там не будете даже в детской комнате тепло в следующем а вы там же самое холодное сейчас неделя будет холодная приготовлено а после этой недели будет неделя тепло еще вот эти как ели диапазон-то очень узкий 21-22 градуса линия комфорта всего 1 градус с 16 до 21 линия комфорта не надо линия комфорта по гигиене по науке такая и есть наука гигиена 21-22 градуса ты мне не рассказывай я в институте учился нет, я понял а чуть выше уже жарко в подсчетных помещениях 16 градусов а ночная должна быть в спальных комнатах 17-19 градусов самое страшное что не проветривается вот что плохо так что еще у нас воздух достойный ну еще что у нас а вот Любовь Николаевна вы собирались прочесть пожалуйста разрешите мне одно письмо огласить пришло оно из российского библейского общества сибирское отделение из Новосибирска отправили 13 сентября и начинается так дайте денег словом Божьим бытие 6 глава 11 стих земля расплилась предлецем Божьим и наполнилась земля злодеяниями здравствуйте друзья допустил Господь чтобы нам довелось стать свидетелями таких драматических событий и мы никогда не были просто наблюдателями а были и участниками потому что распространяли писание в таких местах и в больницах и в домах ветеранах и в центрах реабилитационных там где люди буквально пребывают между жизнью и смертью а теперь не будем мы оставаться в стороне сейчас и уже я побывал в Мариуполе и новые поездки туда же планирую о городе разрушен настолько что туда возвращаться боязно не хочется куда бы не посмотрел везде следы разрушенные дома провода висящие машины сожженные еще и воронки на дорогах жизнь словно замерла мало народу и почти нет детей и совсем нет общественного транспорта практически нет магазинов вместе с гуанитарной помощью конечно же я привез и библии хотя у меня были сомнения людям же нечем питаться и других у них нет дел материальных вещей но я все же взял их в дорогу и очень правильно сделал ну вот теперь вы знаете писание я распространяю в разных местах поверьте что нигде библия не была так нужна как в этом и зараненном Мариуполе приводит он здесь примеры как приходя в дома и отдавая пакеты с гуанитарной помощью люди спрашивают а библии нет у вас у нас была библия посмотрите на радость обретения я снова даю ей в руки этой женщине библию и она возрадовалась тому что это слово появилось у нее вновь в другом доме женщина говорит была у нас библия она была старинная я очень берегла ее еще на пергаментной бумаге она была изготовлена но вот было прямое попадание все разнесено и библия конечно тоже пострадала ее у нас больше нет и она была очень счастлива когда я ей подал в руки библии и последнее пришло время встретиться с женщиной которая была на развалинах своего дома и она спрашивает опять-то а библии нет у вас и тут оказалось у меня не было даже чем заменить потерянное слово божье а просил я всех нашел библию и принес ее дом библию ибо в искалеченных войной городах как нигде писание так необходимо давайте донесем до людей что самые трудные несправедливые события произошли не с ними а на голгофском кресте и самое большое облегчение основано в писании ибо ни хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящим из уст божьих конечно он пишет здесь что можете принять участие в религиозном сибирском отделении организацию присылать средства свои стоимость библии указывает но самое необходимое то что он нас снова посвящает то что как людям необходимо в таких скорбных печальных условиях слово божье нет кому это обратиться к слову божье надо обратиться 2 августа Виктор Савченко песнопение пел слова такие слово жизни возьму я в дорогу в своем сердце его положу слава вечному доброму богу с благодарностью жизни скажу хочет враг слово в сердце похитить чтоб посеять лишь плевелы в нем и прошу я в молитве спаситель сохрани слово в сердце мое слово жизни меня оправдает сила в нем есть христовой крови ярким светом мне путь освещает слово божье христовой любви слово доброе слово святое слово божье ведущее к счастью для души моей словно елей пусть оно неотъемлемой счастью будет на земле будет жизнью моей нет он только исполнил теснопение слово доброе слово доброе слово святое слово жизни творца моего драгоценное и дорогое в этой жизни дороже всего я его пронесу через годы словно факел гонящий в руках с ним войду царство божьей свободы там я вечно пославлю Христа спасибо о событиях я хочу обратиться ко всем и в интернете к братьям сестрам и к вам о наших молодых братьях двух общих чтобы не коснулась мобилизация мобилизация не столько мобилизация сколько участие в этих кровополитных событиях зато убийство воздохните на молитве о всех наших братьях и молодых даже такого возраста у Диме у меня уже 53 года будет до 55 лет он говорит на заводе уже нас предупредили никуда чтобы с Барнаула не выезжали ждите повестка не выезжали но в указе указано на другом это еще это еще это так указ в указе сказано 35 лет 35 лет молодые которые имеют опыт боевой вот солдаты там у меня зять ему 35 лет исполнится 2 февраля поэтому вполне может быть так что помолитесь о нем Сергий а он служил да он служил и служил после срочной службы был контракт у него есть опыт да вот двое детей 6 3 2 ну и знаете что за все десятка да за отказ за отказ боевых действий десятка за то что сдался добровольно в плен десятка да так ну и да если ты не пришел на призывной курс десятка если скрываешься там еще и за дезертирство десятка вот 3 десятки 4 десятки а если из насильно прям взяли насильно другой раз батюшка позвонил мне и говорит ты что это самое где служил то тебе какое звание теперь уже все говорит батюшка меня уже списали теперь только фольк штул надежда могут ну не на передовую уже нет конечно да я вам рассказывал я вам рассказывал когда мы ездили с сестрой путешествия женщин нет мужиков пока хватает не на войну игорь они врачи а ну если не на войну где-то туда в госпитале я рассказывал когда мы ездили с сестрой путешествия горняк со мной с нами в одном купе ехал я вам говорю что у него в мае родилась пятая дочка пятый ребенок дочери и он после ранения возвращается туда я его спросил а как это с медицинской службой он так воодушевился о медицина работает молодцы они хорошо прямо с поля боя эвакуируют оказывают первую необходимую помощь и дальше по этапам моего зятя родной сестры муж он там участвовал уже вернулся раненый в госпитале был в Новосибирске он там долго был потом выписали домой опять вернулся в госпиталь ну вот такая ситуация могли бы мы подумать да что доживем до пандемии а из дома в госпиталь или еще раз ездил воевал в госпиталь нет в госпиталь в лечении в хоро да ну вот оно пришло так что молимся чтоб Господь не отнял свою удерживающую десницу и в то же время я должен сказать Господи да не подсидься наших водоя бедствующих руках удерживает той карающую десницу по рекам нашей и научи нас принять все с благодарностью без ропота уныния и отчаяния да будет воля твоя святая во всем слава тебе во веки аминь аминь и не забудьте что вот сейчас молитва которую вы читаете о людях которые страдают на Украине сейчас референдум закончится и буквально на следующей может уже неделе вот надо будет говорить о людях российских которые страдают я так понимаю люди украинские из той другой страны страдают но уже и русские страдают там по Венгровской области стреляют там уже убитые есть поэтому эта молитва она ее надо расширять надо ее и главное всегда да будет воля твоя святая в конце говорить потому что сами понимаете если фашисты придут то надо будет пристраиваться как-то к фашистской власти они немножко по-другому себя ведут ребята ну и так кто хочет посмотрите ополченочка фильм Луганский да 21 года ополченочка называется посмотрите художественный фильм о первых днях захвата Луганской области националистами в 14 году апрель мая 14 года ну там чуть дальше продлевают основные события там вспоминают женщины которые в танковой группе в танковой группе находятся они вспоминают как все начиналось ну и там вам будет приятно женщинам особенно посмотреть как мужики встают хотя бы за честь женщин потому что ну то что ну в общем поймете все и так дальше что у нас как обычно песнопение трапеза занятия достойно есть какого истину блажите Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего честнейшую хирургин и славнейшую без сравнения серафим безыстрения Бога Слово родшую сущую Богородицу Тя величаем Господи защити Родину нашу от нашествия иноплеменников от внутренних расприй от беззакония которое втайне останови делающих зло просвети правителей страны нашей чтобы принимали мудрые законы и всех начальствующих также просвети и защити людей не познавших Тебя обрати к истине чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца священники которые не служат Тебе как должно пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи праведны суды Твои над Россией за то что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии прости нас Господи Владыка жизни что сокрыли имя Твое Бог и Иегова Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Авва Отче Господи научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала слава чести поклонения Пресвятая Троица Отец Сын и Святой Дух Аминь Спасибо Христос Спасибо Христос Спасибо Завтра постарайтесь